коллеги инвесторы здравствуйте рассказываю про свой опыт инвестирования инвестирую в российские акции в российские компании опыт инвестирования меньше одного года сегодня с вами рассмотрим мой инвестиционный портфель сейчас в портфеле находится 6 компаний это аэрофлот газпром московская биржа сбербанк северсталь и компания вскс ну пробежимся кратенько по динамике на годичном на пятилетнем графике посмотрим как компании себя чувствовали какие показатели они показывали извиняюсь за тавтологию но начнем компания аэрофлот давайте посмотрим на годичном графике минимум компания показывала 54 рубля 50 копеек за одну акцию это мы с вами прекрасно знаем в какой момент это в том году в марте были такие показатели максимум показывала она 97 74 то есть компания находится сейчас в таком боковике сильно она не падает сильно не взлетает но потихонечку потихонечку она восстанавливается вот если на пятилетнем графике мы посмотрим максимум компания показывала 225 рублей за одну акцию то конечно да эти показатели компании еще далековато но положительная динамика уже есть полеты возобновляются и я думаю за ближайший год-два компания сможет вернуться к своим своим нормальным показателям в размере 225 рублей за одну акцию и я думаю компания даже может показать и больше этих цифр но про дивиденды тут говорить нечего компания исключила дивиденды так как работает в убыток так как работает то в большой принципе минус вот но будем надеяться что компания восстановится она платила в принципе очень хорошие я вам скажу дивиденды 17 рублей за шестнадцатый год 17 рублей за одну акцию это прям очень-очень качественные очень хорошие дивиденды так но будем надеяться что компания будет восстанавливаться у компании пойдут дела в гору но я также буду продолжать инвестировать нее буду инвестировать равными долями и будем надеяться на дальнейший рост так идем дальше компания газпром но угас был газпрома на годичном графике тут вообще все шикарно выглядит минимум показывал 151 максимум сейчас на 268 если на пятилетнем графике посмотреть принципе она сейчас находится на своем пике на своих хаях ну король конечно интерес интересно очень куда дальше компания будет расти потому что в принципе она уже показывает свои максимумы так компания также выплатить дивиденды на одну акцию 12 рублей 55 копеек но это чуть-чуть поменьше чем с прошлогодними годами но тем не менее компания растет компания платит дивиденды у компании я считаю хорошие 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 показатели чтобы и дальше показывать рост причем очень большой рост так идем дальше но также газпром я буду покупать я верю в эту компанию я считаю что на долгосрочное инвестирование инвестирование компания сможет показать хорошие результаты так идем дальше компания на московская биржа на годичном также все хорошо принципе минимум 111 показывала максимум 192 ну да это компания московская биржа также растет в принципе у компании хорошие показатели также находятся на своих исторических максимумах на своих яхтах сказать выплатить дивиденды дивиденды очень хорошие 9 рублей никогда таких дивидендов она не платила то есть это говорит о том что компания компания растет и компания готова платить своим акционерам хорошие деньги так по компании сбербанк аналогично компания находится на своих исторических максимумах показывают это минимум за год 196 максимум 320 за пятилетним графики то есть посмотреть в принципе тоже самая компания также платит приличные дивиденды она выплатит такие же дивиденды как за 2019 год 18 7 рублей за одну акцию ну все хорошо у компании интересно до каких цифр она все-таки планирует расти интересно конечно в нее инвестировать сильные сильная компания и должна также показывать мощные результаты компания северсталь ну тоже лидера металлургии также на годичном графике смотреть минимум 841 максимум 1911 рублей также находится на своих исторических максимумах компания также выплатит дивиденды причем дивиденды очень сладкие очень хорошие более восьмидесяти рублей за одну акцию но тут конечно надо инвестировать в данную компанию я считаю что северсталь также будет продолжать радовать нас хорошими дивидендами хорошими показателями так ну и компа шестая компания у меня в портфеле это компания фс к ес но фс к ес не так сильно радуют своих акционеров показателями но потихонечку они растут но не так как хотелось бы да ну также компания выплатит дивиденды дивиденды у нее кстати уже ну в принципе такие же как за 2018 год она выплачивала но вроде чуть 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 побольше там на пару на пару копеечек вот такой краткий обзор сделали продолжаю инвестировать продолжай инвестировать в российские акции продолжаю собирать свой диверсифицированный инвестиционный портфель хочу чтобы в моем портфеле находилась 10 компаний в принципе я считаю что это достаточно такой хороший будет портфель где-то можно и сказать что он такой более рискованный потому что 10 компаний но больше не хочу потому что уже получается как как фонда да если там у вас будет 20 компаний в портфеле 30 компаний то принципе можно было фонд какой-нибудь купить и не париться по этому поводу так из разных отраслей нам соберу себе портфель и будем инвестировать так что подписывайтесь на канал пишите комментарии какие акции вы покупаете в свой инвестиционный портфель какие акции посоветуйте мне для дальнейших покупок обязательно ставьте лайк этому видео поддерживайте канал для меня это будет огромной мотивацией выпускать новые видео показывать как я инвестирую как я покупаю российские акции обязательно ставьте нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать новые видео всем счастливо всем пока